контейнер катарина восемьцова сегодня у нас в гостях хотя швейдаем это бодиаком что сранку ты знам и и так что сегодня нам нужно для того чтобы приготовить эту вкуснейшую шарлотку я зрителям проанонсирую что мы в конце уже эфира увидим ее да да нам понадобится 4 5 яиц муки немного но где-то больше стакана мед ванильный сахар разрыхлитель корица и сами яблоки самое главное самое основное я так понимаю начинать мы будем с яблочек да что нам с ними необходимо сделать нужно почистить кожицу и и нарезать их кубиками или ломтиками когда я понимаю что к этому мы приступать сейчас у нас есть возможность сегодня на протяжении всего эфира дорогие телезрители вы можете повторять за нами если яблочки все остальные ингредиенты у вас есть ну что ж начинаем с этого катюш шарлотка вообще традиционное английское блюдо его все любят его любят и у нас на украине но вот я знаю что для тебя шарлотка это особенное блюдо и вот и тоже готовишь по особому рецепту по здоровому питанию я использую цельнозерновую муку для этого и мед вместо сахара это натуральный подсластитель как вы знаете сахар отбеливают на фабриках и всякое такое и вообще он не очень здоровое питание не подходит под эту категорию а мед натуральная природный подсластитель а что же это за система такая здорового питания хотелось бы поделиться с нашими телезрителями я в принципе питаясь как я считаю нужным но более здорово интуитивно для себя но много таких интересных моментов я посмотрела в книге есть чтобы жить джоэля фурмана да это американский диетолог и помощью этого питания он лечит диабет и разные такие болезни да то есть даже такое уже инновационная медицина скажем так по поводу муки у меня еще возник вопрос что это за мукатка интересная цельнозерновая мука сегодня у меня ее с собой нет но обычно я готовлю только из нее да цельнозерновая мука чем она отличается именно по свойствам от обычной если какие-то проблемы с ней возможно в приготовлении нет она очень проста в приготовлении так так используйте также как и обычную белую муку чем отличается том что не очищают зерна от этой шелухи а именно в ней а содержится все полезные микроэлементы яблочки смотрю мы нарезаем кубиками небольшими уже и в мене одразу реакция в запаху яблока и хочется он же еще слойною яблочками то нам на наш парик не выстачить катюш я знаю что ты нам расповедала шарлотка украинская вид резняется вид оригинальный до английский пирог классические вернее рецепт шарлотки это более как пудинг но вы знаете в англии пудинги повсюду и они делают их из всего что попадется под руку как украинцы салаты да получается классический английский рецепт шарлотки это хлеб вымоченный либо в распущенном масле сливочном либо в смеси яйца и молока выкладывается слоями хлеб потом яблочная начинка а либо пюре яблочное или немного приготовленные в сиропе яблоки и потом сверху закрывается тоже хлебным пудингом это как сырой пудинг холодный десерт оригинальная версия я думаю что на какие свята украинцы готовят его уже как традиционную ежу да я сегодня тоже не просто так его готовлю сегодня у моего любимого папы день рождения вот его зовут александр викторович осипцов я хотела бы передать ему поздравление я его очень люблю и мы все мама я и сестра поздравляем его с этим днем а мы приедем присоединяемся к поздравлениям спасибо большое за талантливую дочь которая нас постоянно выручает различными вкусными советами но что же я думаю что стоит нам перейти от одного поздравления к еще одному поздравлению ты знаешь что у нас есть постоянно рубрика виру в диву в которой мы делали сюрпризы вообще мы делали сюрпризы людям и это очень особые сюрпризы они делают людей счастливыми этого разу для нас особая была эта рубрика потому что мы делали счастливую маленькую девушку на ее день народжения створили маленькую принцессу в ней была мрія ну как мрія вона и есть в она и вважает свою принцессу мы так вважаем это не мрія это уже ее стиль это уже реальность разумеешь в тебе до речи в детстве была такая что там я принцесса чем ты себя там уявляла ой у меня были разные роли и во врачей я играла и в поваров и в скульпторах я так понимаю игра была уже была последняя ключевой а мы с Катюшей уже додали корицу до наших яблочок так уже есть сколько взагал так додавать чтобы без фанатизма можно с фанатизмом можно с фанатизмом да 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 так есть перемешали соответственно чтобы равноверно да да я добавлю алкоголь можно коньяк я использую бихировку для того чтобы замариновать яблоки для пирога вот так они выглядят с корицей очень аромат такой стоит да аромат хороший идем дальше что у нас следующее теперь приступаем непосредственно к приготовлению теста нужно взбить яйца если вы используете сахар то с сахаром в моем случае это мед сколько яиц нам необходимо 4 4 яйца мы берем это самое главное вот правильно все сделать у нас кто-то был казус с этими яйцами хорошо что тут не нужно отделять шелток от белка потому что уже мы на опыте не все хозяйки любят таким заниматься да есть я еще умею яйцо одной рукой выбивать продемонстрировать ты давай так ну что же дальше что нам нужно мед сколько нам нужно меда по вкусу по вкусу кто-то любит послаще кто-то менее сладкий вообще у меня была практика я без сахара делала и сладость яблок полностью это компенсировала если вы берете кислые яблоки семеринка то сахара побольше если вы хотите сбалансировать вкус так я думаю это вот две ложечки нам достаточно половых так есть теперь мы будем взбивать нет но еще еще у нас есть мука сначала нужно взбить яйца значит я первая версия была правильной так есть начинаем на маленькой скорости надо аккуратно перемешать мед чтобы не плюхнула ну если что то какой то закрываемся яйца до речи говорите о приготовлении хорошая справа ну это зависит либо вы вручную либо какой миксер от миксера тоже зависит от его мощности понятно ну какой аромат от миксера кстати хочется кусочек прекрасно не будет тебе хочется а я сожжу а я жертвую у меня для тебя есть небольшой фраза спасибо ты прям как змея искусительница яблоко 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 поверну на базу так я думаю все Вы видите, тут такая пена. Пузыречки должны есть. Да, пузыречки. Всё, есть. До пены сбили. Этого достаточно. Что мы делаем дальше? Нужно добавить муку. Сколько нам необходимо муки? Ну, как сказать? Не люблю я такое выражение на глаз. Но, видимо, придётся сегодня им воспользоваться. Тесто должно стекать с венчика. То есть оно не должно быть жидким, как для блины. Для блинов. Не такое ещё чуть гуще, чем на оладьи. Но ещё истекает. И что-то среднее. Я так понимаю, где-то... У меня такой секрет, если я сделала тесто немного гуще, чем нужно было, я добавляю сыворотку туда. Совсем чуть-чуть. И она... Компенсирует уже, да? Так, добавляем, что мы ещё... Это ванильный сахар. Для вкуса. Да, и запаха. Опять запахи. Уже слышно, да. Я не знаю, как мы можем работать дальше. Мы используем полупаковочки. Да, я тоже, на вкус. И половинку упаковки разрыхлителя. Можно использовать гашёную соду, но я считаю, лучше всё-таки брать разрыхлитель, потому что химический состав у них разный. Опять-таки пошли по здравому питанию. Так, тут у нас 50 грамм, или 25? 25 грамм. Значит, это приблизительно 10 грамм разрыхлителя. На глазок. Так. И перемешиваем. Главное сначала размешать это всё с тестом, венчиком. Если вы включите на полную мощность миксер в муку, то это будет... То будет большая дымка. Всё в муке. Как-то я тоже так сделала. В муке. Все уже обучены на опыте, у всех уже опыт был. А у меня не было такого. Но я была. Ай-яй-яй-яй-яй. Притом было... Не только на меня, было на всю кухню, потому что муки было много. И когда зашёл муж, он увидел эту дымку и сказал, боже, боже. Боже, ты на телевидении работаешь, или ты нас снимаешь? Спецэффекты. Да-да-да. Спецэффекты были шокирующие. Так. Ещё немного муки. Потому что, смотрим, немножко жидковатая. Да. Видишь, я разбираюсь. Ну, конечно, конечно. Логика работает. Что, если добавляем ещё, то, наверное, жидковато. Так. Есть. Теперь уже я так смотрю, будет хорошо. Ну, логика работает. Раз я сказала так, значит, всё хорошо. Спасибо. Вот понимаешь, тут прям война миров. Угу. Как же один эфир прожить и вот это видео не подкалывать? Конечно. У тебя научилась. Не нравится, а Катя слушает, да делает. Да. Так, есть. Почти готова. У нас даже комочков никаких не образовалось. Да. Настоящий у нас кулинар. Покажем нашим телезрителям, какая у нас консистенция. Да, консистенция, да. Угу. То есть, вот она стекает, мне напоминает. Если вы сейчас уже цельнозерновую муку, то тесто будет немного темнее по цвету. Но ничего страшного, то есть, это нормально. Готовое изделие будет такого же цвета, как и из обычной белой муки. Так, всё. Можем приступать к формочке. Я принесла пергамент. Это силиконизированный пергамент, чтобы не пристало ничего, не прилипло. Да. Я узнала такое слово, как силиконизированный пергамент. Да. Так, и что мы делаем дальше? Смешиваем яблоки с тестом. Угу. Так, лопаточка у меня тут есть. Вот всё у неё есть. Есть, лопаточка есть, и всё есть, и яблоки, которые я так надеялся скушать. Ну ладно. Поздно. Ой, поздно, поздно. Я тебе просто корицу насыплю. Спасибо, Боже, окей, вы все добрые. Вот с самого утра, понимаете, друзья, вот как работать. С самого утра, все такие добрые. Конечно, мы добрые. Так, есть, перемешиваем. И я так понимаю, в какую форму мы будем это всё размещать? Я использую разъёмную форму. Угу. Да. Из неё очень легко вынуть. Я так понимаю, что сейчас мы это всё и увидим, как это всё делается. Есть. Можно использовать рецепт обычного классического бисквита, но важно при смешивании белков мешать именно лопаточкой или ложечкой. Это называется складывать тесто. И тогда пена белковая не гасится, она не спадает. Угу. Смотри, Катюш, я так понимаю, что нам осталось только форму. Это всё залить и, соответственно, поставить уже духовку, да? Скажи нам про температурный режим и по длительности сколько она будет духовка. 180 градусов, 30 минут, а после 30 минут нужно проверять зубочисткой или деревянной палочкой до готовности. Если вы вынимаете и она чистая, то можно доставать спокойно. Друзья, я предлагаю сделать небольшую паузу для того, чтобы запечь нашу шарлотку. Больше ничего нам не нужно, кроме силиконизированного пергамента. Да, всё правильно. Почти скороговорка. Ну, а мы продолжаем общаться с Катериной Семцовым. Катюша, я так понимаю, что всё уже готово. Да. Ты чувствуешь этот аромат? Давай покажем. Обережно. Да, покажем. Є. Всё готово. Я думаю, можно вычинять нашу формочку. Плюс разъёмная форма в том, что так оп. Всё готово. Да. Теперь, я ка-смаката. Да. Вы можете перенести, вот так легко она поднимается, перенести на блюдо или на тарелку, ну а мы разрежем прямо в форме. Вообще на форме лучше не разрезать, мне показалось, или никак не повредиться? А нужно. Можно аккуратненько. Ага, я понял. С силиконовым пергаментом. Я только хотел спросить, как же оно забыл, как называется. Нет, он не силиконовый, а как называется. Силиконизированный. Силиконизированный. О, силиконизированный, да, силиконизированный. Есть. Так, ну что, мы... Так, аккуратно поднимем. Может, ещё больше аромат? Так. Чувствуется и корица, и яблочко, и ванилька. Поможем нашим кочегарам. Есть. Да что он такое. Он не хочет покидать свою семью. Своё братство. Не знаю, в чём. Так, кто ещё? Я предлагаю нам ещё один кусок. О, 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 сейчас пошёл. Чтобы он не оторвался. Да, есть. О, вкуснота. Оставь на вербушечку. Какой красивый. Мг, вкуснота, вкуснота. Мне нравится Витя наш сейчас, как вот этот песик, который ждал еду тоже. Вкуснота, вкуснота. Я могу ещё побегать вокруг. Ну что, угостим Витю? Да. Мы-то уже запах вдохнули. Мы подождём, мы на диете. Девочки, да, храните фигуру. Давай. Парни-операторы, ко мне будем кушать. Спасибо тебе, Катюш, за то, что научила нам готовить такую замечательную шарлотку, за то, что сейчас вся наша съёмочная группа будет наслаждаться этим вкуснейшим десертом. Да, спасибо тебе большое, хорошего тебе дня. Ну и самое главное, передавай ещё-ещё поздравления папе. Поэтому у тебя сегодня с праздничного началось и праздничный будет продолжаться. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова